Об образовании в Германии. И у нас в гостях Светлана, представитель одного из ведущих культурных заведений Германии. И Светлана расскажет нам про особенности образования в Германии, как туда поступить, какие преимущества есть обучения в Германии. Здравствуйте, Светлана. Да, добрый день. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе и об университете, который вы представляете. Да, конечно. Всем здравствуйте, кто присутствует. К сожалению, не вижу пока списка участников. Ну да, вот мне не отображается. Но в любом случае, всем, кто есть, добрый день. Меня зовут Светлана Клименко. Я являюсь региональным представителем в СНГ университета IBH. Это Международный университет прикладных наук. Мы находимся в Германии. Мы занимаемся тем, что готовим специалистов для будущей международной карьеры. То есть мы называемся так, может быть, видно. Мы являемся университетом, который как раз-таки работает над карьерой студентов. Я с университетом уже достаточно давно. Немножко расскажу о себе. То есть я в сфере образования порядка 10 лет. И с этим университетом сотрудничаю уже 7 лет. Изначально это было сотрудничество. Я помогала студентам уезжать отсюда, из СНГ в университет. То есть у меня есть стипендиаты, которые закончили этот вуз, люди, которые работают успешно в Германии. Сейчас я уже работаю непосредственно в самом университете, поэтому буду рада помочь рассказать все нюансы, которые есть вообще по Германии, по образованию в Германии, по университету. Ну и по тем всем вопросам, которые мы сегодня с вами обсудим. Понятно. Спасибо большое за представление. Светлана, расскажите, почему Германия? Вообще, почему есть смысл ехать обучиться в Германию, а не учиться, например, в России или в Белоруссии или в других странах? Почему Германия в последнее время приобретает все большую популярность? И почему так происходит? Какие на это есть причины? Какие преимущества имеет Германия по сравнению с другими странами? Спасибо за вопрос. На самом деле, действительно, Германия на сегодняшний день одна из самых популярных именно в направлении для иностранных студентов. То есть эта страна занимает третью строчку в рейтинге стран по популярности. Причем все больше ребят выбирают именно Германию не только из СНГ, а абсолютно со всех уголков мира. То есть если мы посмотрим, то Германия интересна абсолютно и Северной, и Южной Америке, и Астралийцам, Азиатам, Африке и в первую очередь самим европейцам. Значит, Германия на самом деле на сегодняшний день является такой очень мощной страной экономически, во-первых. То есть она на сегодняшний день имеет первое место по уровню экономического развития в Европе и четвертое в мире. И это страна, которая привлекает все больше молодых кадров, которые планируют именно начинать развивать свою карьеру. В частности, в ЕС в том числе. Значит, Германия – это такая, знаете, страна-космополит, как мы ее называем, потому что она очень открыта к иностранцам, очень открыта к вообще вот международной среде. То есть половина уже немцев свободно говорят на английском языке, причем это уровень там не начинающий. Если вы посетите, да, будет, возможно, например, Берлин, который самый интернациональный из всех городов Германии. Да, вот так его уже давно называют, таким неким центром столицы Европы. Вы все наверняка слышали это выражение. Да, а вы будете себя чувствовать очень комфортно, даже не зная немецкого языка. Это создает некую теплую атмосферу для иностранного студента, который, по сути, да, вот он переезжает из комфортных условий, да, из страны, где он понимает язык, менталитет, абсолютно в новую среду. Вот, и поэтому для иностранных студентов это является одним из таких важных вещей, да, при выборе страны. Также такой момент очень важный – это возможности, что они будут делать дальше студенты, потому что закончить университет можно, к примеру, в Великобритании, где тоже замечательное образование, вот, но сумеет ли человек остаться после университета – это большой вопрос. Германия дает такую возможность остаться студентом, работать, далее помещать все дальнейшие там виды на жительство и так далее для желающих, но это тоже имеет место быть, это важный фактор. Если говорить о Белоруссии или России или СНГ, на самом деле я бы не сказала, что Германия лучше или хуже. Для каждого студента есть своя страна, то есть где некоторые предпочитают здесь остаться учиться, некоторые по рубежам, но единственное, что я вам скажу, что если студент ориентирован на международную карьеру, он должен понимать, да, что страна, с которой вы начинаете учиться и далее начинаете свой международный опыт – это самый важный вот кирпичик, да, в вашем фундаменте будущей успешной карьеры, потому что где вы получали диплом, в какой стране, и где вы стажировались, учились и набирались именно международного опыта, потом сыграет очень большую роль, я имею в виду. У нас на самом деле все больше запросов приходит на обучение именно в Германии, да, и вы объяснили, почему это происходит, но все равно есть страны-конкуренты, да, нет секрета, что есть люди, ну, страны сейчас, по сути, конкурируют между собой за привлечение иностранных студентов, а Германия это делает путем создания каких-то хороших условий, да, там, бесплатного высшего образования, предоставление каких-то условий для, и льготных для эмиграции, Канада предоставляет, Великобритания, наконец-то, задумалась, да, несмотря на свой бренд, тоже предоставляют, сейчас думают изменить законодательство, чтобы можно было остаться, в Краймере говорят об этом. Чехия делает бесплатным образование, и вот у нас, ты вот среди наших студентов, которые едут, часть людей все-таки по-прежнему едут, допустим, учиться в Чехию, в Польшу, как вы думаете, ну, мотивирует это тем, что для обучения в Германии и в Чехии оно может быть бесплатным вообще, но мотивирует это тем, что расходы на проживание меньше в Чехии, язык легче выучить. Что бы вы сказали вот таким студентам, почему все-таки им стоит задуматься, понятно, что для каждого, как вы правильно сказали, для каждого студента должна быть своя страна, своя программа, свой университет, но чтобы вот вы им сказали, на что обратить внимание, когда они выбирают другие страны. И вот если сравнить, допустим, давайте вначале сравнем с менее развитыми, Чехию и Польшу, а потом уже перейдем к сравнению, например, с Канадой, Великобританией. Да, спасибо за вопрос. На самом деле я сразу начну с того, что Германию сравнивать с Чехией и Польшей, это так же, как сравнивать Германию с Россией, с Беларусью или с СНГ. Это самое первое. Ну, понятно, что Беларусь лучше, это бесспорно. В этом мире Беларусь будет красиво. На самом деле это немножечко неправильное сравнение. Я знаю, что это есть в голове у студентов, вот это такое клише, что Германия – это вот порядок, там, не знаю, Польша, Чехия, Литва, Латвия и так далее. Нет. На самом деле Германию нужно сравнивать с Великобританией, с Штатами, с Канадой. Это те страны, с которыми она конкурирует. Для Германии конкурентами в образовании могут быть по качеству университетов, Великобритания, Штаты по рейтингу даже, да, возможно, в чем-то Голландия. Корея, Южная и Китай – это те страны, которые могут конкурировать. Значит, если мы говорим непосредственно о Чехии и Польше, это немножечко другой сегмент студентов. Я всегда таким студентам говорю, что самое первое, то, с чего я начинала, важно понимать, что вы хотите делать дальше. То есть куда пойдет ваша инвестиция. Если вы мечтаете всю жизнь, там, вы мечтали всегда учиться в Чехии, учить чешский язык, пожалуйста. Но есть очень важный момент. Большинство студентов, которые думают, что они будут ехать в Польшу или Чехию, да, вот на бесплатное образование, они через три года будут работать в Штатах или в Германии, в той же, да, где-то в большой международной компании, в Франкфурте. И здесь получается самый большой такой, это такой tricky вопрос, потому что на самом деле, если мы даже говорим, там, вот вы сказали, бесплатное образование, чешский язык, это язык, на котором говорит в наши дни 25 миллионов человек. То есть говорит только Чехия, и вы ограничиваетесь одной страной, одними правилами, миграционными датами и так далее. Такая же история в Польше. По Польше уже наполовину русскоговорящая страна, и все это знают, да, то есть практики английского, например, языка совершенно нет в этом варианте. Вот, и, соответственно, вы ограничены тоже. Какими странами? Вы ограничены все-таки только Польшей. Да, в Европе в целом процент безработицы очень низкий, да, то есть вакансии будут и в Польше, там, и в Чехии. Но вопрос в том, какую оплату труда вы получаете, какой опыт, в какой компании вы сможете работать, и кем вы будете через пять лет. Это очень важно понимать. Германия – это немножечко другой вообще порядок страны. То есть Германия – это мощь Европы, это половина всего экономического развития всей Европы. То есть практически в Германии нет вообще компаний, которые бы не выходили на международный рынок. То есть очень… вообще ты практически не найдешь компанию в Германии, которая работает очень локально. Это раз, что маленькие компании, стартапы. Вот. А потом такой важный момент, как уровень развития вообще самой страны вот в мире. Если Германия, она занимает четвертую строчку в мире, уступает только, там, штатам Китая и Японии, то мы, если говорим про Чехию и Польшу, это будет порядок топ-30, топ-50 стран мира. То есть это совершенно другой сегмент. Вот. Поэтому Германию я никогда не сравниваю ни с Чехией, ни с Польшей. Но если есть студенты, которые любят эти направления, то я знаю, что в Европе очень много качественных университетов. Абсолютно, вот если взять ЕС, очень много стран предоставляют качественное образование. Вот. Поэтому я опять-таки повторюсь, для каждой страны свой студент. Вот. Но Германия в сравнении с этими двумя странами выигрывает очень по большим показателям. Поэтому я просто не совсем корректно их ставить, потому что сейчас это будет Германия, Германия, Германия топ. Вот. Ну, я стал… Ну, на самом деле, люди, когда вот делают, выбирают, помимо бюджета, да, мы про это поговорили, еще говорят про сложность изучения иностранного языка. Ну, с наших рынков, СНГ, где мы говорим на русском языке, мне говорят, что для нас гораздо проще выучить чешский язык, да, немецкий сложнее. Вот. Что вы об этом думаете и на сколько вообще, сколько времени, ну, на ваш взгляд, и вот из вашего опыта нужно, чтобы выучить немецкий язык. Или можно вообще его не учить и ехать учиться на английском языке. На самом деле, опять-таки, да, есть люди, которым просто учить китайский. Китайский учат за год, и для них они там достигают третьего, четвертого уровня языка в китайском и говорят свободно, да. Опять-таки, все зависит от студента. Сколько курсов чешского языка в вашей стране? И сколько курсов немецкого языка? Давайте от этого отталкиваться, да. Какой язык более популярен? Я не верю в то, что чешский язык более популярен, чем немецкий. Это неправда. Немецкий не такой сложный, как о нем говорят. Немецкий – это один из самых популярных бизнес-языков. То есть есть такое понятие в сфере бизнеса, как «business language». Это язык, который используется в сфере бизнеса, в сфере международных отношений и так далее, да. В этой именно бизнес-среде, конечно, самый востребованный английский, да, естественно. Причем английским уже никого не удивишь. Это язык, на котором говорит 80% населения Земли. То есть если вы знаете только английский, и вам это для действительно успешной международной карьеры, это не совсем правильно, да, что вам он прям вот 100% поможет. Нет. Нужно знать еще один из таких продвинутых бизнес-языков. Продвинутыми бизнес-языками на сегодняшний день являются китайский, да, на втором месте испанский и немецкий. Немецкий занимает четвертую строчку. В Германии на сегодняшний день по уровню, по разговорному уровню и по уровню использования языка в международных компаниях немецкий первый. То есть есть такой ресурс Indeed, это британский ресурс, поисковик, который занимается вот по типу Headhunter, да, вот, который ищет вакансии. И они делали исследование, что самый частый второй язык, который требует у европейцев, да, для позиций старшего специалиста и менеджера, это немецкий. Раньше был французский, то есть три года назад после английского был французский, да, на втором месте, сейчас это немецкий. То есть на немецком языке говорит реально, вот в свободном режиме говорит где-то 30% населения Европы. На немецком говорит 120 миллионов человек. То есть какие будут перспективы у человека, который знает параллельно с английским еще и немецкий. Вот, если мы говорим о чешском или о польском, конечно, население стран меньше, количество носителей языка меньше, естественно, немножечко ограничена территория. Но опять-таки Германия за счет того, что она, как я сказала, страна космополит, она открыта не только для тех, кто знает только немецкий, она открыта для тех, кто знает английский. Потому что эта страна, например, наш университет, у нас программы на английском языке, она параллельно, мы даем всем студентам бесплатный немецкий во время обучения в университете. То есть у нас специалисты выходят именно с двумя языками. Это исходя из того, что как раз таки международный рынок сейчас требует знания именно двух языков. Вот это очень важный момент, на котором стоит остановиться. То есть в ваш университет можно поступить, насколько я знаю, сразу, зная английский язык, не уча немецкий, приехать и поступить, правильно? И знания немецкого языка. Нет, знания немецкого нам не нужны для иностранных студентов. У нас те кампусы, которые принимают иностранных студентов, их два, это Баткон и Феверлин, они принимают только на английском языке. То есть немецкий не нужен, в посольствах тоже проходят собеседование на английском. Если вы едете в Германию на английском учиться, это нормально. Вот, сейчас в Германии на сегодняшний день 10% всех программ в университетах, абсолютно во всех университетах страны преподаются на английском языке. То есть сейчас в Германии очень популярно англоязычное образование, потому что сами немцы для международных компаний, они немножко проигрывают, если у них нет качественного какого-то знания на английском, например, финансово. Вот, то есть это такой момент, с чем Германия сталкивается, и сейчас все больше и больше программ открывают именно на английском. Немецкий, если вы живете в Германии, выучить не так сложно, как кажется. То есть ты, когда живешь в этой стране, в любой стране, когда ты живешь, то, конечно, в среде этот язык учится быстрее. А времени, сколько нужно, это вопрос того, какого уровня хочет достичь человек, который приехал в эту страну. Если мы говорим про разговорный немецкий, на котором общаются, да, вот, свободно там на собеседование прийти, это уровень B1, такой уровень достигается в среде за один год. Год-полтора, она зависит от студента, от его интенсивности занятия. Ну вот вы сами сказали, что с вами может конкурировать еще Великобритания и Канада по качеству образования. Ну, Великобританию мы опустим, потому что там достаточно высокая стоимость высшего образования, и остаться там, пока еще не внесли изменения в миграционное законодательство, достаточно сложно. То есть это особый, там, очень небольшой процент людей у нас едет в Великобританию, Швейцарию. А вот Канада тоже достаточно популярная страна, и можно там и стоимость обучения приемлемая, и миграционная политика такая очень лояльная для тех, кто там учился. Есть ли, может, у вас какие-то цифры, данные по поводу сравнения? Ну, на самом деле Канада – это не так конкурент, как просто страна, которая очень похожа по возможностям для студентов, как и Германия, да. То есть в Германии, в Канаде по типам университетов очень похожая структура, потому что они преподают и по возможностям остаться, да, и по возможностям для работы. Хотя на сегодняшний день Германия занимает четвертую строчку в мире, да, по рейтингу самых развитых стран. Канада – десятое место. То есть сейчас Германия выигрывает даже в этом. Я вам сейчас покажу, у меня есть небольшая статистика. Вот, мы специально подготовили сравнение Канады и Германии. Почему? Потому что Германию сейчас называют не только силиконовой долиной Европы, да, вот Берлин, но и называют еще европейской Канадой. То есть у нас появилось такое определение, как German Dream, его раньше не было, да, о том, что… Сейчас я поделюсь экраном, вы его видите, да, Сергей, вижу вас. Всем виден, да, видна презентация. Сейчас я просто постараюсь сделать вот так, чтобы было более доступно. На самом деле то, что мы берем по цифрам, мы сделали некий анализ по конкретным показателям Германии и Канады, то есть насколько она для иностранного студента, в чем может выигрывать, в чем может проигрывать, да, и на что обратить внимание. Самое первое, что я хотела бы, на что обратить внимание, да, это то, что, конечно, эти страны очень похожи тем, что они, конечно, мультинациональные, открытые. Вот, у них очень похожи показатели по заработной плате, в частности, для иностранцев, да, и очень похожи и стоимости обучения, если мы говорим, например, о прикладных университетах, потому что мой университет прикладной. Вот, то есть это аналог, ну, не аналог даже, а вот прикладные университеты, это в основном в Холлиде, в Канаде, да, то есть мы берем вот этот сегмент, потому что образование научно-исследовательское и техническое, это чуть другой сегмент, мы берем вот там, где мы, собственно, есть, да. Значит, в Канаде, вот, очень хочу обратить в вас внимание, что вот последние данные в апреле 2019 года, средний размер заработной платы ежемесячной в Германии сейчас выше, чем в Канаде, ну, может быть, не на много, да, на 200 канадских долларов, если переводить в канадский доллар, ну, все-таки в среднем по стране он больше. Важный момент, что для иностранных студентов может быть интересным, это уровень жизни в этой стране и сколько им нужно денег на проживание. На самом деле мы сравнили рейтинг самых дорогих, дорогостоящих городов для жизни. В Канаде за последних два года Торонто стал самым дорогим, как раньше был Ванкувер, вот, сейчас Торонто, Миссисага и Оттава – это три города провинции Антарии, и провинция Антария считается самой дорогой для жизни. При этом в Торонто сконцентрировано самое большое количество высших учебных заведений, да, вы все знаете, куда едут иностранные студенты, вот, но при этом им придется платить самую большую стоимость за проживание в Канаде вообще. Если мы говорим о Германии, Германия, конечно, самая дорогая по регионам, да, и самый дорогой город – это Мюнхен и регион Баварии, вот, это исторически уже сложилось, регион Франкфурт, Дюссельдорф – эти города, это западная часть страны, они, конечно, одни из самых дорогих по уровню проживания, по расходам. При этом, например, Берлин, который является самым популярным городом для иностранных студентов, является одним из самых низко, знаете как, самых приемлемых, да, для проживания городов, то есть есть такое понятие affordable, самый приемливый, да, город для жизни, где вы потратите самое маленькое количество, в принципе, по расходу на проживание и на питание. И я буквально пару слов скажу, да, по цифрах, есть важный момент, есть такое понятие, как локальная платежеспособность человека, то есть сколько вы можете позволить себе, да, за определенную, там, энную константу сумму денег. И вот в Канаде, если взять, сравнить один и тот же доход в Канаде и в Германии, в Канаде человек сможет себе позволить на 6% меньше в целом. Это очень важно понимать, потому что, в принципе, если вы зарабатываете одну и ту же сумму денег, то очень важно понимать, что вы сможете за эти деньги себе позволить. И это вот в среднем по стране. И у нас есть такая табличка, где мы сравнили непосредственно Берлин, Торонто, да, но мы еще взяли Лондон, но так как вы Британию упускаете, вот, то я не буду на этом акцентировать, акцентировать будем на Торонто, чем мы сравниваем. Если взять Берлин за константу, то есть это вот какую-то, да, вот, целую величину, то сколько у вас есть денег, если сравнить, например, с тем же Торонто, то платежеспособность человека в Берлине в сравнении с Торонто будет больше на почти 18%, то есть вы сможете себе позволить больше. При этом, когда, например, вам придется бронировать проживание, искать квартиру, вот, например, вам нужно будет там квартиру в центральном районе найти, да, в Берлине это будет аренда где-то порядка тысячи евро в месяц. Если вы будете искать аналогичную квартиру в Торонто, тоже, да, в центральной части, то ваша аренда будет стоить примерно полторы тысячи евро в месяц. То есть за те же условия, за ту же часть города, вот, да, за все тоже, вам придется просто заплатить дороже, больше денег. Это очень важно понимать, опять-таки, да, потому что вам нужно будет не просто учиться, но потом и жить в этом городе в дальнейшем. И тут тоже важный такой момент, например, бакалейная продукция, какие-то товары, которые вы там покупаете ежедневно, еду, на еду вы в Торонто будете тратить в полтора раза больше денег, чем в Берлине. Вот, поэтому это те цифры, которые есть, это вот апрель девятнадцатого года, последние данные, вот, поэтому есть начинка. Мне на самом деле понравился этот слайд, можно предыдущий, где климат, что климат в Германии гораздо лучше оказывается. Вот я посмотрел. А климат? Да, 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 по температуре. То есть климат очень важно, то есть там морозы есть, я смотрю. Ну, климат, знаете как, как мне говорят студенты, которые приезжают к нам из Искусска, климат, понятие относительное, конечно. Но, естественно, если вы берете во внимание этот показатель, то я думаю, для тех широт, в которых находится Беларусь, да, вот по климату, по температурам, будет, конечно же, Европа комфортнее, чем Канада, в том плане, что более мягкий климат, нет таких там критических морозов, в Германии не бывает минус 30, летом редко бывает плюс 40, там, да, плюс 45, вот последние годы бывают какие-то абсолютные массы, мы говорим, такие дни, да, но в среднем климат очень, конечно, комфортный, вот, потому что Канада, немножечко климат, она чуть-чуть другая, вот. Ну, если честно, вот посмотреть на вот эти цифры, то есть примерно, там, ну, на несколько процентов Германия выигрывает, но для наших студентов главный фактор, еще, который они называют, когда они выбирают Германию по сравнению с Канадой, это близость к дому, да, то есть можно там за пару часов взять и долететь в Канаду, в Германию, в то время, как, когда мы хотим поехать учиться в Канаду, то это не так просто за пару часов делать, и у меня вот мой любимый племянник тоже выбирал долго куда ехать, но потом он влюбился в Германию и поехал учиться вот в Мюнхен, и очень доволен именно вот им Германией, их менталитетом и уровнем жизни, и восторге просто. Сейчас, правда, не знаю, считают, что мы хуже живем, чем в Германии, но мы с ним это часто обсуждаем, но я думаю, что мы тоже скоро лучше начнем жить. Еще у меня вопрос такой, вот какой процесс поступления, вот если человек все-таки решил, да, я еду в Германию, что, с чего ему надо начинать и когда это можно сделать? Вот сейчас мы успеем, если вот прям с сентября начать, вот 11-классники успевают поехать, или надо еще год где-то поучиться, я знаю, есть требования в государственных вузах. Вот как ваш университет, расскажите процесс. Ну, на самом деле, процесс поступления в Германии очень сложный вообще в нашей стране, да, то есть нет такого понятия, как единый процесс поступления в стране. Я хочу вот на этом, ну, сейчас сказать хотя бы пару фраз, чтобы было понятно, потому что Германия – это федеративная страна, федеративная республика, у которой каждая земля, то есть каждая территория, она является собой такое мини-государство, да, вот часто по образованию, у каждой земли есть свое мини-министерство образования, которое регулирует абсолютно вот все правила, которые есть по поступлению в те вузы, которые там находятся. Поэтому в Германии нет такого единого правила. Есть общие европейские правила, да, то есть требования общие, но каждый университет имеет право их подкорректировать, да, относительно той земли, в которой он находится. Это очень важный момент. В Германии можно поступить после, вообще, когда поступать, после 11 класса. То есть минимально, что должно быть у человека, когда он учится, там, в Беларуси, да, в школе, должно быть 11 классов. После 9 класса нет, нельзя. Да, но вот только после 11 класса. Значит, в Германии есть несколько типов университетов. Ну, может быть, мы, да, об этом потом поговорим, да, и... Мы можем и сейчас понять, что вот, как процесс. То есть вот вы и люди послушали про Германию, я сам послушал, хочу уже учиться в Германии. Если бы я до этого не учился три раза, я бы точно захотел. На самом деле, вот по всем параметрам лучшее получается. И вот как поступать, то есть важно, на самом деле, понять, вот первое, как поступать, а потом вопрос, сколько денег надо иметь, чтобы реально туда поступить. Ну, это второй вопрос. Давайте вот как поступать. Нам понравилось. Как поступать, на самом деле, зависит от того, на какой... Ну, вот к вам. Да. К вам и вот ваш университет хорошим. Конечно. Значит, у нас университет прикладных наук. В Германии есть два типа университетов, то есть есть научные исследовательские, есть прикладные. Прикладные – это университеты, которые не дают докторантуры, то есть это вузы, которые учат специальностям, не требующим в дальнейшем получения степени PHD. Эти университеты в Германии, они бывают абсолютно разных типов, у них бывают разные правила поступления. Для некоторых университетов прикладных наук нужен, кроме 11 класса, еще один дополнительный год, он называется в Германии Studiankolleg. Это аналог 12 класса школы. Наш университет, мы находимся в Норд-Вестфалии, то есть наш основной кампус под фон, это город возле Бона. Мы имеем право, как прикладной университет, именно ЮБЕЧ, мы имеем право принимать студентов после 11 класса школы напрямую. То есть нам вот эти дополнительные какие-то года, они не нужны. Это очень важный момент, когда человек учится в 11 классе, думает, что вот я в сентябре уже начну учиться в университете, и тут наступает реальность. Поэтому важно понимать, где вы потом хотите учиться. Наш университет требует, на самом деле, достаточно простой пакет документов, то есть у нас нет какой-то сложности в поступлении, нам важно, чтобы у студента были оценки в школе, там 3,0 GPA в трех-месятной системе, это 75% успеваемости в школе должно быть. То есть это ребенок должен быть хорошистым, да, вот если мы так, по пятибальной системе, я знаю, что у вас десятибальная система в школе, вот, то есть у нас адмиссион все это переводит, но, в принципе, вот 75% успеваемости у ребенка должно быть. Это очень важно. И, конечно же, мы требуем английский язык, это может быть любой международный язык, который его подтверждает на уровне B2. IELTS 6.0, то это 80 сентябрьский тест B2. Вот, то есть у вас должен быть подтверждение языковое, вот, ну и, конечно же, мотивационное письмо и резюме, то есть почему вы решили поступать в этот университет. Вот, если это бакалавр, у нас есть наш внутренний язык, который сдают, вот, магистратура, там, у нас есть другая история, это уже детали, но в утопе сам, вот, сам аппликационный процесс, он проходит достаточно быстро и не проблемно. Почему? Потому что наш адмиссинг, он работает с иностранными студентами, мы международный университет. Это вот еще один важный момент для Германии. Может быть, я вам открою секрет, но в Германии не у всех университетов есть адмиссинг, которые работают с международными студентами. То есть в Германии часть университета вообще не работает с иностранными студентами. То есть они как бы студента могут зачислить на общих основаниях, да, там, если он учился в Германии, школу, например, в Германии заканчивают и так далее, но вам потом нужно будет целый ряд визовых документов, которые должен сделать университет. А университет этого просто не сможет сделать, потому что у него нет специального дела для работы с иностранными студентами. Вот это тоже такой важный момент, который нужно учитывать, когда вы подаете документы в университет. Рекламент ответа нашего admissions – это 48 часов, то есть, в принципе, общий процесс вычисления студента занимает порядка 5 рабочих дней. Если это бакалавр, ну, может быть, немножко дольше переносит, например, тесты и так далее, но максимум 2 недели – это уже человек точно будет знать, что у него есть решение, у него есть офферы, у него есть конкретное предложение от университета. Я вам могу сравнить с тем, как работает система образования в Германии. То есть, если это университет, например, научно-исследовательский и государственный поступает на общих основаниях, к примеру, такие университеты имеют право не отвечать на вашу письмо в течение 90 дней. Вот у них такое правило. То есть, они за собой оставляют право 90 дней. То есть, у вас через 90 дней, например, может прийти письмо «Спасибо, мы получили ваши документы». И только еще через 90 дней может прийти какое-то решение. То есть, у вас вот понимание полгода времени, и вы не знаете вообще, что делать и что будет дальше. Вот. Поэтому в Германии, опять-таки, я повторюсь, очень важно понимать, как работает университет, есть ли там вообще иностранные студенты, вот, и на каком языке вы будете учиться – это тоже очень важно понимать. У нас образование на английском, я повторюсь, у нас бесплатно немецкий параллельно. Вот. Ну и, конечно же, для тех специальностей, которые мы ведем, это лимущество. Понятно. И еще такой вопрос по срокам. Все-таки, когда вот можно поступить? Мы, на самом деле, в букве стадии помогаем студентам, ну, пооформлять документы в Германии, прикладные и неприкладные. То есть, если у человека будут сложности, на самом деле, они могут быть. То есть, когда первый раз кто-то поступает, мы всегда подскажем и поможем. То есть, мы берем все эти вопросы в бюстаде специалиста на себя. А вот по срокам сориентируйте, вот, когда ближайший набор, если они хотят поступить, или во сколько, я знаю, в некоторых вузах бывает один раз в год, некоторых два раза в год, некоторых, там, шесть раз в год. Можно поступать. Как у вас? Да, по срокам все очень просто. У нас, как и в общей европейской системе, существует два интейка. Это осенний и весенний. То есть, мы набираем студентов осенью, мы начинаем в сентябре или октябре, в зависимости от кампуса, и весной начинаем в марте-авентале. Вот. Сейчас открыт еще набор пока на осень. То есть, мы до конца июня будем принимать документы. То есть, это вот еще следующий месяц. Еще пока можно. Если это бакалавр, если он хочет начать в сентябре, нужно понимать, что университет сделает все быстро, но с визой тоже нужно будет делать все быстро. Поэтому лучше не затягивать, потому что есть еще такой важный момент, как проживание. Например, IBH, он очень выделяется среди других университетов, потому что для бакалавров, например, мы даем проживание. У нас есть резиденция, у нас есть свой кампус в Батхонефе. И как раз таки, чтобы попасть в эту резиденцию и получить это место, ну, уже нужно это делать вот прям, не знаю, завтра. То есть, когда вы получаете оффер, когда вы получаете приглашение от университета, вы же имеете право подаваться, отдельно заполнять формы на проживание. Это тоже важный момент для студентов. Вообще, лучше начинать по-хорошему, как можно, чем, как можно более заранее. Заранее это значит за год. То есть, если вы находитесь в 11 классе, то есть вы только переходите в 11 класс, например, это сентябрь месяц 11 класса, это идеальное время, чтобы подобрать университет и осенью уже собирать документы. Это вот самый такой идеальный вариант, спокойный. Если это неспокойный вариант в том плане, что мы захотели вот сейчас весной или решили, что все-таки там мы хотим в Германию, вот, конечно, сейчас какая ситуация на рынке образования в Германии? Университетов закрыли прием уже документов на эту осень. Вот, если мы говорим про гостарственный, это будет частный вуз в большинстве случаев, да, и, естественно, нужно будет все делать быстро. И именно сейчас важно, чтобы и не только от вас, но и чтобы от университета все приходило очень четко и быстро. Вот, опять-таки, повторюсь, что это важно. Вот. Понятно. И теперь перед тем, как перейти к вопросу о стоимости образования, давайте подумаем, сколько потом, какие карьерные перспективы есть у выпускников, то есть, что в результате они получат обучение, смогут ли они найти работу, смогут ли они остаться, прежде чем сравнить уже, поговорим о стоимости, то есть, что они получат. То есть, в основном-то многие учатся для того, чтобы, ну, найти хорошую работу, начать свой бизнес, и за это люди, в принципе, платят деньги, инвестируют свое время. Вот какие перспективы международной карьеры у выпускников вашего учебного заведения, да, и в целом в Германии? Значит, я отвечу на этот вопрос, очень легко. Все зависит от того, на какой специальности вы учились. То есть, да, у каждой сферы деятельности есть свои перспективы, есть свои плюсы и минусы. И здесь я бы очень хотела остановиться на том, какие специальности есть у нас для этого, да, потому что сейчас я не хочу, чтобы у меня был потом ряд вопросов, да, там, по тем специальностям, которые мы не ведем, вот, чтобы тоже студенты понимали, потому что компании, о которых я буду говорить, эти работают выпускники, это выпускники работают по тем специальностям, которые мы ведем. Вот, и это очень... Какие профессии тогда вот это? Какие профессии, да, востребованы? Да, я для этого хочу просто поделиться с вами несколькими слайдами, да, чтобы вам показать как раз-таки по востребованности по рынку труда в Германии, что есть, да, на сегодняшний день, кто нужен для того, чтобы немножечко это было визуализировано. Вот. Сейчас посмотрим. Значит, Германия на самом деле это страна, которая, да, требует специалистов очень многих профессий. Вот. И одним из таких направлений, вот, что мне очень нравится, это, давайте вот так, да, это как раз-таки сфера сервиса и сфера услуг. Это то, что в Германии для иностранных, именно для иностранных сотрудников является номер один по возможности дальнейшего трудоустройства. Очень важно понимать, что в Германии 10% вообще всех сотрудников, да, это все иностранцы. И есть определенные вакансии, которые, например, закрыты, да, для иностранцев. То есть это те же... В медицине очень сложно найти работу, если вы не немец, там, или, например, если это юриспруденция, потому что это все касается там отдельных вообще земель, да, отдельных правовых нюансов. Вот. Поэтому в основном иностранные сотрудники, да, в компаниях, они задействованы в тех компаниях, которые ведут международную деятельность. Самую активную международную деятельность ведут компании в сфере услуг. Услуги могут быть разными. Это может быть консалтинг, финансовый консалтинг, это могут быть банки, это могут быть хоспитерсы, сфера госсеприимства, это может быть, например, маркетинг, это может быть коммуникации, это может быть сфера, например, услуг в IT, работа с базами данных, авиация и так далее. То есть это очень-очень большой сектор экономики, где самый большой процент вакансий есть именно для иностранных сотрудников. Вот. Также есть сфера сельского хозяйства, есть сфера строительного и есть сфера производства. Тут есть ряд технических специальностей, которые тоже открыты именно для иностранных сотрудников. Вот это тоже важно понимать из того, что, в принципе, есть на сегодняшний день Германии. Вот. И я бы хотела еще остановиться на именно тех сферах, которые сейчас самые брендовые и дают возможность именно выпускникам получить, скажем так, самые высокие зарплаты. Почему? Потому что это те сферы, в которых действуют одни из самых популярных корпораций и компаний именно в Германии. И эти сферы деятельности, они дают возможность получать выше зарплату именно для сотрудников этого сектора. Ну, вот, к примеру, если вы будете работать маркетологом обычной компании в маленьком рекламном агентстве, и если вы будете работать маркетологом, например, в Ауди, естественно, маркетолог в Ауди будет получать значительно большую прибавку в зарплату. То есть логика, надеюсь, здесь понятна. Вот. И вот здесь на экране вы видите 10 направлений, то есть это 10 узких сфер деятельности, где могут работать, в частности, и наши выпускники, и работают они, и те сферы деятельности в бизнесе, которые дают самые высокие заработные платы. Вот. Это тоже важно понимать. Здесь есть и технологический сектор, и автомобильная индустрия, и финансы, и банки, и производство товаров, и услуг, производство пива, путешествия. Все, что касается этого сервиса, медийный сектор, сектор рекламы и авиация. Авиация в Германии одна из самых развитых на сегодняшний день в Европе вообще, да, вот во Франции, в Германии. Вот Германия одни из самых больших аэропортов. Это тоже один из таких новых и для нас еще не на слуху, да, такое направление, где могут работать люди, то есть и не только пилотами или бортпроводниками. Это тоже важно понимать. И именно вот эти все сферы деятельности, они требуют не только хорошего университета, да, вот чтобы там, вот все, я закончил там самый такой университет, качественный, я 100% получу работу. Нет, у человека должно быть, кроме того, что он, например, просто менеджер в дипломе, он должен знать еще конкретную сферу деятельности. То есть он должен знать, как работает именно этот сектор экономики. Вот, у него должны быть сильные коммуникационные навыки, и, конечно, он должен иметь какой-то уже опыт работы в Европе. Это очень важно. Вот, мы это все даем как университет, то есть я вам смогу это все рассказать, потому что мы работаем как раз-таки для карьеры студент. Вот, и вот если говорить по вот этим востребованным специальностям, я, конечно, сейчас буквально там несколько слов вам скажу про наши специальности, потому что это важно, да, что мы попадаем, вот, и где вы потом, соответственно, сможете, что вы сможете использовать, да, и где сможете работать, то есть о чем мы вообще с вами, да, вот о каком направлении говорим. Но самое первое, то, что мы берем направление бизнес, то есть наш университет работает в разных специализациях по бизнесу. Вот, и здесь мы берем именно узкопрофильное направление, то есть мы готовим специалистов для какой-то конкретной отрасли. То есть студенты могут это выбрать, то есть то направление, которое им интересно. Для бакалавров, конечно, вот здесь вы видите бакалавров, здесь вы видите магистров, да, направлений узких намного меньше, чем на магистратуре. Это объясняется легко, да, потому что на бакалавре еще пока не имея какого-то опыта, да, работы или опыта вообще обучения именно в университете, важно, чтобы у студентов была база, да, то есть здесь определенный ряд дисциплин, которые студент должен выучить, для того, чтобы он потом был успешным и смог потом определиться и выбрать ту сферу деятельности, в которой он хочет работать. Вот это важно понимать. У нас есть несколько топовых специальностей, я их так называю, и они гарантируют студентам стопроцентное трудоустройство в Германии, да, именно в направлении бизнес, потому что этот университет наш, он IUBH, он профильный, и выпускники потом очень востребованы, и вообще эта сфера востребована, да. Самое первое направление – это авиационный менеджмент, это работа в сфере авиации. Это одно из самых прибыльных направлений и самых интересных, и то, которое дает возможность работать абсолютно в разных направлениях, да, то есть начиная от аэропорта, заканчивая авиакомпанией, почему абсолютно в разных сегментах. То есть кому интересно, я потом объясню немножко побольше, да, но именно благодаря этой специальности у нас ребята могут, например, даже получать лицензию пилота, кто хочет, то есть есть отдельная такая программа, это тоже важно. Ну, на самом деле это очень интересно, я сам пилот-любитель, летаю на малой авиации, у меня многие друзья как бы мечтают стать тоже пилотами коммерческими, ну, не на маленьких самолетах летать, а прийти в большую авиацию, да, и у нас, и у нас как бы с этим достаточно есть сложности в Беларуси, чтобы стать пилотом. Ну, здесь можно, здесь, да, у нас есть франковская летная школа с нами в партнерстве, то есть ребята, которые, конечно, имеют полный менеджмент, они могут потом получать лицензию, она называется ATPL, это лицензия для пилотирования транспортного пилота, то есть небольшие коммерческие самолеты, да, или там небольшие... То есть коммерческие, то есть мы, допустим, получим PPL, Private Pilot License, а там, наверное, уже коммерческая лицензия, и потом могут даже работать с пилотами, да? Ну, пилотами не гражданской авиации, а маленьких самолетов. Даже малая авиация, да? Конечно, для гражданской авиации нужно, ну, это первый шаг, я бы сказал, для гражданской авиации. Ну, здорово, у нас тоже популярная авиация, там пилоты много зарабатывают. Очень важный момент, что, смотрите, да, там на бакалавре есть еще очень много всего, там есть гостиничное дело, которое всегда развивается, и в международном сегменте это самая международная специальность, которую просто можно выбрать, потому что она дает возможность работать во всем мире, да, то есть вы попадаете, например, в сеть Hilton, и в Hilton вы можете работать от Шанхая, Мумбаи, Нью-Йорка и Торонто до того же Берлина или Москвы, да, то есть это сеть Hilton, где вы можете работать. Вот, поэтому Hospitality – это одна из самых быстрых карьер именно международных для студентов. Вот это самое важное понимать. Есть еще общий менеджмент у нас и маркетинг, общий менеджмент имеет узкие специализации, там тоже можно это все студентам предложить. Но самый важный момент, который есть для бакалавров, это то, что я говорила, что вам нужен опыт работы. Все бакалавры в нашем университете, они имеют шестимесячную стажировку по специальности, то есть они могут работать по своему направлению, вот, и она включена в процесс обучения, вот, бакалавра длится три года, и это то, что мы даем для студентов, потому что когда они выпускаются, они имеют наш диплом, имеют шесть месяцев опыта работы, имеют второй немецкий язык свободы. Ну, смотрите, вы говорите три года, это включая стажировку или три года плюс время стажировки? Включая стажировку. То есть за три года можно получить и полгода стажировки, и получить диплом бакалавра, и потом уже работать, да, трудоустроить? А во время обучения как? Можно работать? Вот я знаю, что можно, вот расскажите подробнее, или нельзя. Вот мой племянник, он как бы первый год осваивался, и потом уже сам стал себя обеспечивать, ему хватало денег. Нет, в Германии виза D, по которой едут студенты, это национальная виза D, она дает возможность работать студентам, но есть небольшие ограничения. То есть если студенты едут по визе D, они имеют право работать в течение учебного года не больше, чем 120 дней в году на позиции full-time. Если это part-time работа, то это не более, чем 240 дней в году. Если вы работаете part-time, вы должны предоставить документ, что ваша работа и ваш университет не конкурируют, да, то есть у вас есть время и на работу, и на учебу. Вот, full-time вы можете работать в любое неучебное время, то есть во время каникул. Вот то, что дает виза D. После обучения можно остаться, конечно, на 18 месяцев в Германии работать абсолютно всем гарантированно, это то, что эта виза дает. Вот, но у меня есть отдельный еще визовый слайд, я еще его покажу. Да-да-да, давайте. Полезно, да? Вот, для магистров у нас нет такой, как университета, стажировки гарантированно, то есть магистратура, она именно идет по обучению, но магистры могут летом как раз-таки работать, очень много магистров подрабатывают. Вот, у нас на кампусе два раза в год проходят карьерные выставки, когда приезжают представители партнерских наших разных организаций, вот, и они работают со студентами, общаются. Студенты могут проходить собеседование прямо на такой выставке, вот, и они могут даже получать вот работу. Очень полезный, на самом деле, такой момент для магистра в том числе, потому что магистры могут вот тоже получать стажировку вот именно так. Для магистров нет гарантированной стажировки именно во время обучения, она не включена, потому что, ну, средний возраст магистранта в Европе 28 лет, то есть это люди, которые уже имеют определенный опыт работы, вот, это люди уже специалисты, вот, но при этом очень много возможностей в Германии есть, чтобы именно работать во время каникул. Вот, это очень важно. Но магистратуры у нас намного больше, и я не буду останавливаться детально, но у нас есть все, начиная от IT-менеджмента, работы с базами данных, Big Data, Engineering Project Management, это проектный менеджмент в инженерии, это для тех людей, которые хотят работать в строительных компаниях, например, да, в экономическом отделе. Это очень классная специальность. У нас профильная и транспорт, и логистика, то есть то, что мы делаем для магистров, то, что будет интересно для людей, которые учили логистику, например, в университете или работали в какой-то логистической компании, то, что имеет сейчас в бизнесе самое большое количество вакансий, то есть та специальность, которая идет как специальность будущего, да, потому что очень много специальностей уже приходят на автоматизирование, да, вот на автоматизацию, что делают машины, вот, остается маркетинг, остается логистика. То есть это именно вот про специальность будущего, вот транспорт и логистика, и профильный транспорт и логистика у нас, ну, я бы сказала, практически уединительность есть на таком организированном уровне именно для иностранных студентов на английском языке в Германии, это очень важный момент, потому что мы профильные в этом. И, естественно, маркетинг, маркетинг есть, он жив всегда, вот, разные модификации маркетинга происходят, но он тоже жив, вот, поэтому, пожалуйста, это такая специальность, которая даст трудоустройство. Вот, и важный момент, то, что для бакалавров у нас есть, да, вот то, что я единственное еще скажу, что все бакалавры, те, которые учатся на хоспециаловании, на туризме, они имеют право еще один семестр, кто хочет, они могут это выбрать сразу, учиться дополнительно еще один семестр в одном из наших университетов партнеров по всему миру. То есть это в рамках трех лет или это дополнительно? Когда у них будет три с половиной года бакалавры, вот, это вот дополнительно еще можно учиться. Ну, круто, то есть изучить другую страну, смотрю, Австралия, там есть Тайвань. Да, есть очень много, на самом деле, тут и университет Гонконга, и университет Южной Флориды, и университет в Аризоне, университет Сан-Диего, стоит, ну, очень много, на самом деле, для студентов. Вот. Берлин у нас один, совсем другой город, совсем другой кампус, то есть у нас другая история, в Берлин всегда был больше по магистратуру, он больше такой кампус активный и больше про бизнес, потому что здесь, в Берлине, у нас раньше не было технических специальностей и специальностей по направлению, да, как-то, чисто, вот, IT и логистики. Сейчас это все у нас открывается, потому что Берлин сумасшедшими темпами растет как кампус, да, очень большой, очень популярный город, то, с чего я начинала для иностранных студентов, и этой осенью мы открыли бакалавр, потому что в Берлине это то, что самое новое, этот старт в октябре, вот для тех, кстати, в ответ на ваш вопрос, для тех студентов, которые сейчас решили, да, куда, они легко успеют на октябрь, на 1 октября с началом в Берлин, при этом, что международный менеджмент в Берлине имеет ряд специализаций, начиная от диджитал маркетинг, дейта аналитиков, HR и финансов. Я это вижу. Скажите, вот мы один вопрос забыли по поводу вступительных требований, а какой английский должен быть, какой IELTS, TOEFL, чтобы люди понимали. Мы обсудили на самом деле вступительные требования, 6.0 нужен IELTS. О, я забыла. 6.0, то есть для бакалавриата и для магистратуры одинаковы? Да, да. Это для иностранных, это требование для иностранных студентов, то есть это требование именно Германии, то есть Министерство образования для иностранных студентов. Нам нужно именно IELTS 6.0. Я понял. А если IELTS 6.0 нету, то что делать, вы советуете? Его сдавать. Ну да, я понял. У нас есть на самом деле школа английского языка. Папа плюс Бухеостадии помогает людям ехать за границу и там за короткий период можно до 6.0 английский свой подтянуть. Поэтому если английского нет, то можно в принципе его выучить, либо находясь у нас, либо съездить за границу на несколько месяцев и выучить английский и поступить. Да, для магистратуры, я повторюсь, для магистратуры английский нужен 6.0. То есть есть там у нас как Pre-Session для 5.5 есть, но по опыту в Германии можно тоже так поехать, то есть без проблем такая опция есть, но лучше даже когда вы едете, вот когда у вас уже 6.0 по опыту. Бакалавры есть для тех, кто не проходит на бакалавр. У нас есть подготовительный курс ПАСВА, он опциональный, он не для всех. Но вот как раз такие, например, для детей после школы, которые никак не могут сдать IELTS на 6.0, у них там 5.0 или 5.5, они могут приехать на подготовительный год в IELTS. Вот это важный момент. И пока мы говорим про карьеру, да, я вот буквально несколько еще, у меня еще три слайда про карьеру остались, которые я бы хотела завершить вот этот момент с карьерой, потому что это очень важный момент в Германии, я поэтому на этом так останавливаюсь детально, вот потому что должны знать студенты, что они получают от университета, помимо самого, да, вот такого образования, да, как образование качественное. Вот. И как раз таки IUBH, он в этом очень хорош, потому что у IUBH есть свой карьерный центр. Мы помогаем, подбираем студентам не только, то есть мы их готовим для будущей работы, и мы смотрим их резюме, даем рекомендации, да, то есть смотрим, что дальше, куда они могут там пойти работать. Знакомим их с культурой немецкого бизнеса. Они проходят ряд тренингов, это абсолютно бесплатно, помимо основной программы обучения. И важно, что один раз в неделю в среднем, да, ну иногда раз в две недели, у нас проходят, они называются карьер-токс, то есть такие вечера, когда абсолютно любой студент может в этом поучаствовать, мы приглашаем топ-директоров и топ-менеджеров больших компаний, то есть это, например, может быть Deutsche Bank в Берлине, или там Hilton, Marriott SEO, это люди, которые, большинство из них наши выпускники. Но есть те, кто, да, может быть, не учились вебе и вечно, мы имеем с ними хорошее отношение в партнерстве с этой компанией, вот, и, естественно, студенты имеют право вот в такой атмосфере неформальной, там, просто в аудитории спросить там все, что их интересует по работе, по трудоустройству, там, как в эту компанию попасть, работать и так далее. Это очень важный момент, потому что они подготовлены, да, к тому, чтобы потом прийти и уже работать после университета. И именно благодаря вот этим всем вещам у нас, и, кстати, карьерным выставкам, да, о которых я тоже сказала, у нас очень высокий показатель именно трудоустройства студентов. То есть в первых шесть месяцев после окончания университета трудоустроены 94% выпускников. То есть это просто практически 100% ребят работает. Из них 55%, ну, половина ребят, они уже трудоустроены, когда еще учатся в университете. То есть они имеют джип-оферы уже действующие, да, и как вы работаете, их ждет. Вот, первых три месяца после окончания университета у нас трудоустроено 70% ребят. Это очень высокие показатели вообще в целом для любого университета, если вы возьмете, там, не знаю, штаты Канады или Британию. Вот, это очень высокие цифры, и мы держим эту репутацию, и мы очень ценим вот то, что мы даем студентам, возьму возможность. Но тут как раз вопрос поступил от студента, от людей, которые нас смотрят, как складывается судьба выпускников. То есть вы сказали, многие находят работу, то есть там вот вопрос больше был про сколько людей уезжает там дальше за границу, сколько остается в Германии, сколько домой возвращается. Отслеживаете вы вот такую информацию? Да, мы отслеживаем. У нас 94% ребят, они работают. То есть остаются в Германии и находят работу, да? То есть мало кто возвращается домой и мало кто уезжает в другие страны, да? Я вам скажу так, домой практически никто не возвращается. То есть если они поедут к вам, то есть шансов, что вернутся уже у родителей. Ну, я вам так скажу, есть разные ситуации, да? То есть у нас есть, например, выпускники, которые сейчас, у нас есть выпускница, которая работает руководителем одного из департаментов в гостинице Интерконтиненталь в Москве. Она наша выпускница, и она получила эту топовую позицию в Интерконтинентале и устроила зарплату, предложение, она решила работать пока в Москве. То есть это есть один из таких примеров, да? Но даже если вы вернетесь в свою страну, если у вас будет такое желание, естественно, предложение по работе будет совершенно другое, да? Совершенно другой зарплаты и совершенно с другими вот такими вводными данными, да? То есть то, что вы получите от компании. Но в основном все ребята, они остаются работать потом в Германии или же где-то еще, да, вот в Европе. И тут такой, знаете, немножко вопрос, я бы сказала с подвохом, потому что это не только иностранные студенты. У нас где-то половина студентов, это немцы, кто учится в этих кампусах для иностранных студентов на английском языке. То есть учатся и местные, и иностранцы. И как раз таки немцы, они чаще едут работать, например, в Штаты или в Британии могут получить вакансию. То есть они едут, да, вот куда-то стараются еще где-то поработать, получить опыт. Конечно же, те, кто иностранцы приезжают, они остаются в Германии, потому что в Германии у них есть право работать 18 месяцев. Вот. И дальше они, в принципе, свою карьеру строят, именно начинают из Германии, потому что и предложений больше. И просто даже банально для иностранцев больше предложений как раз таки в Германии. И по компаниям, вот где работают ребята, я вам покажу такой примерный очень список. На самом деле у нас три с половиной тысячи корпоративных партнеров, вот это то, что есть у университета. Вот. Но не это достаточно, это не полный список, но это как раз таки вот список основных компаний, где работают наши выпускники. Вот. Я бы, конечно, не... Знаете как, это такой тоже вопрос очень двухсторонний, потому что те, кто хотят работать в громких компаниях, в больших компаниях и мечтают работать в больших корпорациях, они смогут работать вместе с своих денег, то есть они подготовятся до такого уровня, чтобы пройти собеседование и получить желаемую работу. Но есть студенты, которые выбирают, например, формат работы на какой-то маленький стартап, развивать что-то сначала, да, и потом получать вследствие там топовую позицию менеджмента. Есть ребята, которые открывают что-то свое, то есть у нас есть студенты, которые открывают, у нас очень много примеров на нашем YouTube-канале, у нас есть UBH Campus Studies, YouTube-канал, там есть очень много историй успеха именно студентов, которые открыли свои компании в Германии, которые тоже были иностранцами, да, когда приехали учиться. Это тоже очень важно понимать. Но вот это, например, список тех компаний, где реально работают сейчас наши выпускники. Вот. Поэтому для тех, кому интересно, можно посмотреть. У нас есть реальные примеры, это еще ниже у меня слайды, если просто это интересно, я покажу. На самом деле, Слана, мы планировали с вами 50 минут говорить, уже так мы с вами заговорились, и больше часа это значит очень интересно. То есть обычно мы укладываемся, у вас на самом деле очень интересная информация для, лично для меня, я думаю, для тех, кто нас смотрит. И вопрос такой, сколько все это стоит, сколько надо иметь денег, и надо ли их иметь, чтобы приехать еще? Ну, смотрите, на самом деле, то, что касается денег, это важный момент. И если вы едете в университет учиться, если это частный университет, как и ВБХ, естественно, это не может быть бесплатно. Вот. Программа ВБХ начинается в зависимости от того, это бакалавр или магистратура, начинается от 12 тысяч евро. То есть у нас бакалавр стоит 12 тысяч евро в год, магистратура стоит двухлетняя 13 с половиной тысяч евро в год, есть одногодичный вариант, там 16 тысяч евро за один год обучения. Вот. Это те цены, которые есть на обучение. Но важно понимать, что в Германии нужно будет еще жить, нужно будет еще существовать. Вот. И прожиточный минимум, да, я бы так его назвала, вот то, что ставит посольство, да, и блокированный счет и так далее, то есть вот эти 9 с половиной тысяч евро, которые они хотят видеть на счету. Честно, это будет не совсем достаточно, то есть где-то нужно рассчитывать на 10-11 тысяч евро в год, это расход полный, вот, проживание, питание, аренда, жилья, вот, и так далее. То есть это вот полный расход, сколько уйдет у человека, который будет там жить. Да, то есть где-то в среднем вот полный, если такой посчитать, да, вот, расход, там, где-то... Мы считали, на учебный год 7, но это на год, да, 9, да. То есть полный расход, по-вашему, где-то 11 надо иметь еще за год. Ну, это полный расход, это вот проживание, это, опять-таки, все очень сильно зависит от студентов. Ну, понятно. Люди, которые живут и, ну, экономят, у них вот эти вот деньги, которые у них есть, там, да, с блокированного расчета, эта сумма порядка, получается, 760, 780... Ну, вот, да, вот я так и сказала, 7000. Ее примерно хватает, но это если город небольшой. В Берлине, ну, они все равно захотят, там, не знаю, куда-то еще поехать, съездить, там, не знаю, 25 евро на Ryanair улететь в Париж, погулять и так далее. Это все равно есть. И поэтому нужно вот все-таки рассчитывать минимум на 10 тысяч евро, которые у тебя, в принципе, будут уходить в год, например. Если посчитать, сколько ты тратишь на проживание в Москве, например, в год, если ты там живешь и так далее, или в наших городах, сумма выйдет не настолько меньше, как мы думаем, да, сколько мы тратим здесь на продукты, потому что и на все остальное, да, на поездки, вот, поэтому на самом деле расход в Германии не самый большой в Европе, если вы будете жить и учиться. Это вот так. А вот насколько вот много людей, вот, например, моего племянника, он с год ему понадобился, и он начал сам себя обеспечивать, то есть работаете 20 часов в неделю, он, в принципе, если там зарабатывать 10-20 евро в час, то, в принципе, эту тысячу евро можно и самостоятельно заработать, да. То есть насколько вот у вас опыт такой, сколько студентов работает, могут найти работу, то есть чтобы родители, да, они планируют отправить ребенка. Ну вот у них есть, допустим, 20 тысяч долларов, да, а на второй год уже, может, у них нету. Сможет ли, ну, наверное, там же еще все равно надо будет на блокированный счет положить, то есть надо на два года иметь где-то где-то денег. То есть сколько людей должно быть денег минимально, вот по вашим оценкам, чтобы они могли рассматривать вариант обучения в Германии. Во-первых, у них должны быть деньги на первый год обучения. Это 12 тысяч, и проживание 10, уже 32, да, уже 22. И на второй год, наверное, тоже, если еще первый год не все, наверное, смогут работать, да. Значит, это очень вопрос немножечко неправильный. Я вам сразу скажу, почему. Потому что студент, когда он приезжает в Германию, да, студенты, во-первых, первый год, они делают вид на жительство студенческий, до этого вид на жительство они с работой, у них будет плохо, вот, то есть работодатели будут его требовать. Это первое. Второе, у них есть такое понятие, как культурная ассимиляция, то есть дети, которые приезжают в 17-18 лет, еще не знают даже языка, то есть они не знают эту среду, все равно, да, то есть если нет английский, вот, они будут все равно еще плюс сложно учиться, потому что ее вечно, и такой университет, ты очень так прекрасно, можно и поработать, и посидеть, и погулять, и все, у тебя будет таки. Нет. Наши такие высокие цифры трудоустройства, репутация вуза, она строится как раз таки на очень сложном обучении, да. И ребятам нужно в первую очередь учиться. А если они хотят, кроме пар, да, основных занятий, которые у них есть, еще и брать, например, бесплатный немецкий, дополнительно, еще посещать какие-то семинары по работе, и еще сидеть, они будут в библиотеке делать там проекты, да, какие-то совместные задания, у них будет на это уходить целый день. И это нереально работать и совмещать. Вот я всегда говорю родителям, нужно рассчитывать на то, что, возможно, у ребенка получится совместить, но это будет очень частично. То есть вы все равно, основная, вот, основная ваша работа, это что? Это учиться. А в первый год это учиться. Второй год у нас, например, в UBH, первый семестр он учебный, а второй семестр это уже стажировка. То есть вот эти шесть месяцев, которые есть, ребенок уже будет работать на втором семестре. На втором курсе четвертый семестр по счету. Вот. То есть это вот то, чем будет занят ребенок. Потом третий курс, если... А вот стажировка, это поплачиваемая, неоплачиваемая обычно? Это очень сильно зависит от компании, в которую попадает студент, от условий, да, от того собеседования, которое он пройдет с этой компанией. Чаще такие варианты бывают либо низкооплачиваемые, либо есть такие варианты, знаете как, вы можете прийти на бесплатную стажировку в Hyundai в отдел маркетинга, чтобы потом, после третьего курса, вернуться туда, на работу. У нас есть такая студентка Полина, которая вот так и получила позицию маркетолога в Hyundai. Вот. Поэтому тут еще вопрос того, что вы хотите в итоге. Я бы не рекомендовала ставить акцент на то, что вот я буду работать и буду себя обеспечивать. Нет. Это не всегда получится, и на это рассчитывается... Нет, тут вопрос в том, почему родители этот вопрос задают. Может, он не совсем как бы корректный, но родители, да, ну, мы знаем, все родители говорят, мы хотим дать самое лучшее нашему ребенку, но мы хотим дать, но у нас возможности есть вот такие, вот такой бюджет, да, и скажите, какой нам бюджет надо для Германии, какой бюджет надо для Чехии. И мы должны как бы давать им честную и правдивую информацию, я поэтому и задаю. И как бы, да, условно говоря, первый год я тоже считаю, что очень трудно работать, второй год можно начинать пытаться работать, но тоже это будет тяжелая жизнь. Но тогда ребенку надо сказать там, или магистру, если он в магистратуру едет, то ориентируйся, или едет там в Германию, или едет в страну попроще, или там вообще никуда не едет. То есть это вопрос, ну, как бы, для многих семей решающий, да, там, условно, не у многих родителей есть там суммы в 100 тысяч долларов свободные, которые могут потратить на образование детей. Но все, я вот с кем не общаюсь, кто там, и все хотят дать самое лучшее свое. Во-первых, да, я даже начну с того, что когда ребенок уезжает, родители же три года, они же не ездят в отпуск, кругосветное путешествие, да, они же продолжают работать. Поэтому это тоже такой вопрос. Сразу рассчитывать, что у тебя будет сумма на три года обучения ребенка, да, ее тоже у тебя не будет. Но у тебя там, если есть возможность, у тебя есть такой доход, который позволяет ребенка отправить учиться, и у тебя есть деньги хотя бы на полтора года его обучения, естественно, пока у тебя ребенок учится, ты продолжаешь работать, эти деньги дальше, да, вот переводишь за обучение и так далее, да, поэтому это не такая... никто не говорит, что сразу нужно иметь 60 тысяч евро или там 80 тысяч евро или 70 тысяч евро. Если ты не имеешь 60 тысяч евро, то все, ты ребенка никуда не отправляешь. Это нет, это неправда, потому что очень часто бывает такое, что студенты едут в университет, они, да, во-первых, они подрабатывают, но параллельно и у родителей, да, есть разные мотивации, есть разные ситуации жизненные, да, у меня очень много примеров, просто сейчас это будет очень долго, да, когда и у родителей жизнь менялась, да, и тут уже появляются какие-то возможности финансовые в том числе. Вот, поэтому если есть деньги хотя бы на год или на полтора обучения, то стоит выбирать как раз-таки... Я всегда сравниваю, вот вы говорите, да, там, а если у меня там, ну да, у вас может быть, например, там денег на три года обучения в Чехии только на один в Германии, но это точно так же, как кроссовки, вы можете купить один раз Nike и ходить в них, или Adidas, да, вот немецкий Adidas, вы сколько, вы заплатите больше денег за них, нежели за обычные кроссовки, да, с кожезаменителем, которые вы делаете на три года, и потом еще они будут лежать, вам будут надоедать. Если вы купите какие-то дешевые кроссовки, у вас там есть деньги на три пары кроссовок, но вы одни купите не очень, вторые не очень, третьи не очень и так далее, да, поэтому дешево это не всегда качественно. Это важно, я не к тому, что образование в Чехии, да, какое-то некачественное, я к тому, что нужно понимать, что ты получаешь за эту инвестицию, когда ты вкладываешь, потому что... Если так, вопрос стоит, да, тут главное, я больше говорю про ситуацию, когда вот сколько люди должны знать, что есть все равно входной барьер, там, или никак, или перечень, или дома оставайся, если там нет денег, то есть, ну, надо... или должен ребенок быть талантливым настолько, чтобы получить стипендию или, там, каким-то другим способом. Да, стипендию тоже есть, стипендии, они не могут быть гарантированными, естественно, да, то есть, в университете они есть, то есть, никто не говорит, что их нет. У нас есть... И они на сколько, там, сто процентов, пять процентов? Нет, ну, сто процентов в госуниверситетах могут быть стипендию, да, в частном университете за вот эти вот все вещи, естественно, вы не можете... Есть стипендия для юных предпринимателей, то есть, студенты могут получить от 20 до 50 процентов скидку на первый год обучения, если они сделают стипендиальный проект, проект после зачисления. То есть, они делают проект, вот, его предоставляют стипендиальный комитет, это рассматривают, вот, и, конечно же, по этому проекту принимают решение, потому, да, что именно студенты... А вот для спортсменов, там, у нас вот есть, там, обращутились недавно, девочка-чемпион, там, мира по танцам, там, есть? Прекрасно, это все нужно указать в студенческом, в своем мотивационном письме. Но даже в тех странах, которые дают спортивные стипендии, вы прекрасно знаете, что эти стипендии для кого? Для domestic students. Ну, бывает, разные варианты, но это трудно... Все стипендии, это, как я всем... Вот мы помогаем получать стипендии, в Буки Стадии часто обращаются, я сам получал три стипендии, но я всем говорю, что это всегда надо подавать, всегда надо пытаться, но это как лотерея, и никто никогда не гарантирует, что кто-то получит какую-то стипендию. Да, ну, а и в месяц дается стипендия за какой-то результат в той специальности, на которую ты хочешь поступать, на которую ты хочешь учиться. У меня были стипендиаты, то есть у меня был парень из Владимира, который уже закончил в этом году университет, он поздавался на магистратуру по международному менеджменту, вот он делал материал именно по... Ну, вот у него была там тема «Германия – страна возможностей» на тот момент, да, и он делал эту стипендию с тем, что он... почему именно Германия, какую перспективу он видит. Я слышал, что это похожая Россия – страна возможностей, у вас там не говорят так? «Россия – страна возможностей». Да, нету такого слогана, наверное, в Питере был на экономическом форуме, и там говорят «Россия – страна возможностей». В России такой слоган может быть. Да, 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 так я и говорю. В Германии такого слогана нет. Не было еще, да? Нет, в Германии нет, но Германия, она вот именно хороша тем, что можно начать учиться в Германии в любом возрасте, начиная с семнадцати и заканчивая, пока просто вы готовы. Ну, сколько самому старому студенту, который приезжал в магистратуру, по-моему, из нашей… Вот у нас на курсах EnglishPapa самый старый – 72 года. Ну, вот у нас был итальянец на MBA, которому 72, женщина из Латвии, которая 48, и самый старший студент в этом году у меня на магистратуру уехал уже такой опытный логист, который 39 лет. Вот я, по-моему… В принципе, любой возраст, можно никогда не поздно английский чуть-чуть подтянуть и можно поступать. Да, можно ехать. Это просто вопрос будущей карьеры, да, то есть то, что для чего ты это делаешь и во что ты инвестируешь. Вот просто и все. Понятно. Хорошо. Спасибо большое, Светлана. Может, хотите что-то добавить еще? Вот скажите вот финальное, потому что на самом деле очень интересно вы рассказывали. Обычно мы за 50 минут, а мы вот тут вас не прерывали, с интересом я слушал. И только новая информация, то теперь вот я понял выбор премиальника, почему вот он выбрал Германию и влюбился. И мы, на самом деле, тоже отправляем много студентов и рекомендуем Германию, но вот этот есть барьер все-таки финансовый, то есть он есть. И как бы, но многие родители находят возможности его решить. Вот что вы хотите пожелать студентам? Знаете, у нас уникальные люди, вот я вам скажу про финансовый барьер. То есть у нас в основе есть люди, которые покупают финансовый барьер, никому не мешает покупать и Lexus, и потом на этом Lexus ездят таксистом, да, чтобы покрывать свой долг, свой кредит банком. То есть у нас есть очень оригинальные случаи в нашем регионе, поэтому я считаю, что тут вопрос мотивации в первую очередь. я к тому, что если есть мотивация, да, и если есть все-таки финансы, если ограниченные финансы, есть стипендия, и есть талантливые ребята, которые ее получают. У меня есть примеры, когда ребята получали действительно с ограниченными финансами, вот они действительно делали потрясающие работы, получали, ехали, и все у них сейчас замечательно. Вот, поэтому это еще никого не останавливало абсолютно. Вот, но очень важно, на что я бы хотела обратить внимание, в первую очередь, вот, потому что мы об этом и не говорили, и я бы дала такую рекомендацию, вот исходя из своего опыта. Очень много есть разных ситуаций, но если вы смотрите университет в Германии, если вы смотрите частный университет, то, во-первых, будет проще поступать, проще учиться, проще уехать, это правда, да, это открытая информация. И второй момент, конечно, не все то, что очень просто, на самом деле качественно, к сожалению, для иностранного студента, даже в самой Германии, есть такой нюанс, как государственная аккредитация университета. Значит, университет, который работает в Германии с иностранными студентами, он должен быть аккредитирован именно Германии, у него должен быть именно немецкий диплом. То есть, если университет действует в Германии как частный, такое бывает, это не, ну, это распространено, да, но имеет, например, аккредитацию британскую или там французскую или американскую, то такой университет выдает не немецкий диплом. Для немцев и для студентов Европейского Союза нет разницы. То есть, они заканчивают все прекрасно, они работают. Если заканчивают студенты наши из СНГ и потом с таким дипломом приходят в миграционную службу, говорят, вот я закончил, дайте мне 18 месяцев, да, поработать после обучения, остаться в стране. К сожалению, многим отказывают. Вот. Поэтому, чтобы не было таких моментов, я всегда предупреждаю всех студентов, что будьте аккуратны, запрашивайте аккредитацию университета, проверяйте. Очень много есть всевозможных сайтов немецких, где можно посмотреть аккредитацию любого университета, вот, именно государственную. Вот. Поэтому это то, что очень важно, да. Вот это то, с чем нужно быть аккуратным. Ну, вы, я так понимаю, с этим работаете, да. То есть, вы ребятам подсказываете это все. Но я уверена, что очень многие будут тоже что-то смотреть, искать. Вот. Я очень пожелаю всем удачи, во-первых, в поступлении, да. То есть, мы ждем всех и сейчас тоже, вот. И я бы хотела, конечно, чтобы они, в первую очередь, могли это все проверить, студенты, да. То есть, у нас есть наш YouTube-канал, где это все есть, все видео. Есть наш сайт ubh.d, очень простой, вот, где все это можно посмотреть, можно связаться, кому будет интересно, со мной, с вами. Вот. И, в принципе, если есть какие-то вопросы вот такие индивидуальные, можно их написать и задать. Хорошо. Хорошо. Подписывайтесь на наш канал тут, на YouTube. И можете все вопросы адресовать в Book Your Study. Мы обязательно на них ответим. Еще раз спасибо. Все, запись эфира останется. Тут еще раз спасибо большое, Светлана. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.